приветствую все друзей вы на канале шедрил play меня зовут митий друзья мы продолжаем с вами baldur's gate и прошлой серии прошли через шахты нашкеля и вышли вот здесь в месте которое я обозначил на карте как завал эту территорию мы с вами обходили и до этого момента не знали что там находится за этим завалом оказалось что это тайный выход из нашкеля на нас собаки напали дикий причем зря не это сделали мы с каждым боем становимся все сильнее и сильнее сейчас мы добьем по-моему нас даже не укусили никого по-моему никого удивительно ни одного укуса от дикой собаки несмотря на то что мы конечно эту территорию зачищали все равно живность здесь бродит ну что ну что давайте покидать это место и идти сдавать квесты надо будет доложить о том что мы нашли в шахтах нашкеля и куда нам надо будет дальше идти откуда растут ноги давайте пойдем через карнавал кстати надо еще исследовать наверное мы сегодня этим и займемся мы посмотрим что тут еще за локации сначала давайте сдадим распродадимся в общем дел полно сначала пойдем карнавал потому что есть хорошие торговцы дешевое определение тайных предметов которых мы ничего не знаем опознание предметов попробуем с вами провернуть и плюс у нашей ведьмы наконец-то кстати появилось то самое познание можем 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 на что-то заменить его и бесплатно опознать пару при а почему бы нет давайте заменим вот это на опознание раз остальное все надо конечно давайте заменим пока вот так все таки это денег стоит два опознания мы с вами проведем а давайте все опознаем с вами четыре опознания сейчас сделаем или шесть давайте же если чтобы не тратить деньги а потом все это восстановим обратно нам надо вздремнуть говори просто сейчас потрачу монет 400 много нашли интересных предметов давайте спать восемь часов 10 кстати безопасно в этом месте давайте теперь опознавать 6 заклинание у нас имеется меня больше всего интересует вот это щит если не место то нет нифига у нее нет с этих словно что-то с книгами делать это конечно хорошо все но но и куда-то надевать реально так кому можно сдать стрелы 80 как раз ложились нормально так освободилось у нее место отдайте от по одному будем определять что защит расскажи мне опознание мало щит плюс 1 самый обычный класс защиты плюс 2 не защищает от метательного оружия такой знаете своеобразный щит но мой вообще самый простой у меня большой щит на самом деле класс защиты плюс 1 дополнительно плюс 1 против метательного оружия а тут какой плюс 1 а тут какой большой щит не честно на уменьшится класс защиты да это не изменился класс защиты минус 1 текущее значение новое значение 2 минус 2 тут новое значение минус 1 текущее значение минус 2 а с этими новыми штуковинами класс защиты в старой версии игры было как-то проще что это значит новое значение минус и какое нафиг новое значение минус 1 новое значение минус 2 подождите Ну, вот же класс защиты, правильно? Общий. Плюс 1. Вот по нему и надо ориентироваться. Вот просто добавили вот эту новую менюшку. Вот она. Большой щит. Пункты здоровья ничего не меняются. Новое значение минус 1. Текущее значение минус 2. Ставим. Текущее значение минус 1. Ну, с этим лучше, понятное дело. Так. Тогда давайте... Ну, это тоже обычный средний щит. На самом деле дает те же характеристики. Да, плюс 1 в защите. Но у меня там какие-то есть бонусы еще. Надеюсь, я правильно понял, как это расстановка щитов. Чем меньше класс защиты, тем лучше. Ну, не знаю. Ну, что-то у меня не изменился. Ладно, посмотрим на более мощных предметах. Новая менюшка мне пока не понятно. Класс защиты плюс 1 против метательного оружия. Ну, конечно, этот поинтереснее будет. Только у него нет места, понятное дело. Так, это испорченная руда. Да, я ее ношу с собой. Давай поменяем это. Средний щит. Класс защиты 3. Ну, тут ничего не меняется на самом деле. Да, этот ничего не дает. Давай, потом надо будет смотреться лучше. Есть. Разбросали. Дальше смотрим. Наверное, сапоги. Это, наверное, против электричества сапоги. По виду, по-моему, это они и есть. Сапоги обычно изготавливаются сапожниками вручную. Познание. Сапоги. Заземление. Да. Дар Талоса. Много лет назад крепость полуострова звездного шпиля испытала на себе гнев Талоса. После того, как там был убит его любимый глашатай Бури. Талос пообещал, что землетрясение разрушит город. Высокие волны отрежут его от мира, а бурь уничтожит его жителей. Перед тем, как исполнить обещанное, он даровал одному из горожан пару сапог, чтобы единственный выживший мог поведать о гневе Талоса. Позже искатели сокровищ обнаружили в разрушенном городе старика, обезумевшего от непрерывных разрушений вокруг. Вместе с сапогами, что были на нем легенда о городе, стертом с лица земли, ярость бога обошла немало далеких стран. Сопротивление электричеству плюс 50%. Ну, учитывая, что у меня вообще нет сапог, это круто. Вообще ходили босиком. Да ни у кого нет сапог у нас. Это первые сапоги вообще в игре, которые нам попали. Так, предлагаю вот этот меч еще посмотреть. Довольно интересная, наверное, штуковина. Познание. Ууу, Варскона плюс 2. Клинки такого типа долгое время использовали жрецами шар для жертвоприношения во время церемоний праздника луны. Блин, это магический меч. Согласно легендам, когда хозяйка такого меча умирала, ее останки мумифицировали, а клинок, как символ власти, втыкали ей в грудь. На первой стадии давно забытого ритуала, через несколько месяцев могилы должны были вскрыть, чтобы жрица могла возродиться в новой форме. К сожалению, немногие знавшие о существовании владелец этого конкретного меча, были перебиты во время религиозных войн, и ее гробница стала тюрьмой, где, забытая в семя, она лежала, пылая яростью, доходившей до безумия. В конце концов, могилу нашли, но она оказалась пуста, без каких-либо намеков на то, где могла быть жрица. Некоторые предполагают, что, дойдя до предельной концентрации гнева, женщина слилась со своим оружием. Как бы то ни было, после сотен лет пребывания в атмосфере ненависти, меч обрел собственную силу. Сейчас он исключительно смертоносен в бою. Плюс 2, ну да, вещь страшная, конечно, но не может использовать кто? Боец-друид. Нормально, длинный меч, отличная вещь. Хорошая, превосходная вещь. Может использовать кто угодно, даже такой человек, как я. Хотя у меня плюс 1 цепь, но это, понятное дело, плюс 2. Намного интереснее будет. Вот смотрите, меняем. Опять смотрим на табличку урон. Цепь плюс 1, минус 14. С мечом будет плюс 16. Это сейчас мне показывает то, что я еще не вложил. Какие будут улучшения. То есть, видите, все, поняла, как работает табличка, наконец. Мы берем руку, и нам появляется сравнение. Что будет, если мы добавим именно этот меч? Понятно. Вот так вот это работает. Все, тогда у нас с этим будет понижение. Теперь все ясно. Неплохая табличка. Раньше такой, наверное, не хватало. В общем, меч у нас очень мощный. Теперь я просто гроза со щитом малым. И с мечом цепь можно кому-то подарить. Ну, кому тут подаришь. У меня, правда, тоже, по-моему, плюс 1 отсекатель. Блин, классная вещь. А кто у нас цепь может взять в руки? Наша троица. Но у него плюс 1 алебарда. Все, он пока не нужен на самом деле. Но дробящее оружие в любом случае нужно. Я лучше выброшу вот эту палку, которая ничего не стоит. Все, давай смотреть дальше. Кольцо интересно. Кольцо очень интересно. Что мы там нашли опознание? Кольцо святости. Почетное кольцо Сунны. Такие кольца получали преданные жрецы богини Сунны. Совершавшие деяния поразительной честности и доброты. Позволяет запоминать по одному дополнительному жреческому заклинанию с 1 по 4 уровень. Ну, это для жреца, наверное, да? Ну, вот у нас есть тот человек, которому как раз нужны заклинания. Ей это очень пригодится. Тем более, это первое магическое кольцо такого рода. Так, а это у нас какое кольцо? Кольцо из огневного пала. Это ангельское кольцо ангела. Это превосходная память. Это не... А, второе магическое кольцо, да, на самом деле. Да, это у нас не было. Есть у нас хреновый кольцо. Это кольца простые, на самом деле. Наверное. Отлично, я поменял. Просто превосходно. Мы тут не вмещаемся, малость. Сейчас, минуту. Да что ж такое? Рюкзак переполнен. Да выложи ты что-нибудь. Что-то книги надо выбросить, кстати. Они уже задолбались сейчас. У нее просто сумка. И мы ничего не можем вложить в эту сумку. Сейчас мы точно что-то потеряем, оставим на земле. Все, закройся. Книги надо читать и, короче, читать и выбрасывать. Да, что ж такое, зараза. Их никто не покупает. Вот прочитать, конечно, стоило бы. Во. Вот теперь все. Все. Так, тут мы ничего на земле не оставили. Давайте еще что-нибудь опознаем. Вот этот меч меня интересует. Есть. Вакидзаши плюс один. Вакидзаши или парный меч крайне важен для самурая. Самурая не снимает его даже дома, а по ночам кладет клинок рядом с собой. Мастера Вуджен вложили в этот Вакидзаши большую силу, которая высвобождается только тогда, когда владелец меча находится в самом гуще сражения. Как и почему такой клинок попал в фаерун, неизвестно. Но если владевший им самурая до сих пор жив, он наверняка ищет его. Скиметр. Ну да, одноручная сила плюс пять. А что ж тут за секретная сила, которая включается? Ладно. Меч хороший, на самом деле. И особенно те, кто им умеет пользоваться, я думаю, будут счастливы. А пользоваться им у нас умеют практически все. Но вот как раз вот сюда мы его и вложим. Этот можно выбросить будет. Вот реально я сейчас тебя пристрелю с твоим рюкзаком. Так, давай сюда. Отлично. Он тебе и поможет. Нам бы лук еще помощнее найти. Так, это мы выбросили. Еще у нас, по-моему, есть одно заклинание. Давай. Ну, это палочки мы знаем. Палочка грома. Это палочка страха. Давайте вот этот меч еще посмотрим. А еще есть синий предмет у кого-нибудь? Ё-моё, есть, конечно. Сможешь, нет? Защитник второй. Плюс два. Слушай, у нас предметы уже плюс два пошли. Туман теней. Так называется элитный отряд эльфских следопытов, которые странствовали по лесу Кармантора. И были грозой как для бандитов, так и для монстров. Этот доспех принадлежал Индире. Лак Хан. Самый выдающийся из офицеров отряда и второй по званию. Доспех был назван ее честь, хотя как она утратила его, неизвестно. Шесть. Восемь против колющего метательного сила. Четыре. Могут носить вот эти замечательные люди, которым мы его сейчас и отдадим, но у многих из них нет места. Тебе нужен доспех вообще? У тебя кольчуга плюс один. В принципе, ничего. А у тебя клепанный кожаный доспех плюс один. Защита шесть. Ну, такая, наверное, и останется, мне кажется. Хотя у тебя плюс два. Да, ничего не изменится у тебя. Я это уже вижу. Класс защиты как был, шесть, так и остался. Что с этим доспехом, что без этого? Давай подруге твоей дадим. Тут новое значение будет шестерочка. Сейчас у тебя сколько класс защиты? Четыре. Понизит. Понизит даже. Шесть и восемь плюс... Подождите, шесть. Что такой слабенький доспех? Не могу понять. Сейчас у нее было... Класс защиты четыре, правильно? Я вижу. Добавляем, получаем класс защиты шесть. А нам его надо понижать. Ухудшает он нас. Защитник второй. А тебе не надо? У тебя сейчас класс защиты три. И будет три. На самом деле, у тебя обычный платный доспех, да? Ноль против рубящего. Опа, сразу превращается в ноль. Класс защиты шесть. Так, три. В общем, у нас еще там есть спутники, которые, возможно, мы возьмем в команду, поэтому для них они подойдут точно. Еще есть пару накидок. Но у нас ведьма по ходу одна, поэтому эти накидки не столь важны. Давайте этот меч плюс один, по-моему, короткий, самый обычный. А мы больше и не можем. Ну и хорошо. Все, короче. Вот это все мы опознаем, когда вырубимся еще раз. Давайте уберем три заклинания. Думаю, там много будет. Я думаю, два заклинания вполне будет достаточно, потому что нам нужен маг, на самом деле, чтобы он у нас стрелял. Магический снаряд парочку. Два. Да, потом пылающие руки не помешает. И не помешает цветная сфера. Все, так пусть и будет. И плюс у нас второго уровня ничего нет. Третьего ничего нет. Плюс здесь добавились еще заклинания. Можно им лечение добавить, можем благословение, можем обнаружить зло, запутание, дубинка. Что дает обреченность? Обреченность вызывает уже это чувство обреченности. Для этого заклинания спадборсок не предусмотрен. Дайте лучше, чтобы она лечила больше. В бою это иногда важно. Есть. И добавилось здесь еще замедлить яд. Это хорошо. Кожа-кора что дает? Дает прочно, как кора. Понятно. Определенное мировоззрение. Чаровать персону или млекопитающую. Это хорошая вещь. Она есть и Минска. Я думаю, если две будет, будет нормально. Давай, наверное, чаровать животное. Мы тебе дадим. На третьем уровне ничего. А на четвертом должно было появиться. Подождите, должно было что-то появиться. Сузов Орфиста. Вау, классная вещь. Это воскрешение, по-моему, да? Соратник как жизни. Да, это круто. И это заклинание уже присутствует. Вот почему Джохера очень важна. Ну, и на четвертом еще уровне у нас добавится. Еще одно заклинание. Ну, в смысле ячейка. Благодаря кольцу, да? Все. А теперь пошли распродаваться. Мы тут выбросили все, что могли. Хорошо. Что такое? Сейчас будем толкать товары. Только не помню где. А, ниже чуть. Малость, малость, ниже. Кхалид, перегрузка, замедление. Понимаю. Хотя, что у тебя тут? Бутылка не влазит, что ли? Ну, ты даешь, парень. Легкий арбалет. Он тебе нужен вообще. Хотя я его хотел сделать арбалетчиком. Нужен. Кому, кому. Ему он точно нужен. Будет у меня стрелять иногда. Так, есть. Кому тут можно распродаться? Не помню, кому. Давай, кому угодно. Хорошо. О, что такое? Он зашел туда, куда надо. У меня лучшие цены по этой странице кормера. Мне нужно сдать. Цепь это обычная цепь жидко. Ну, да, обычная цепь не плюс один. Плачет пластинчистую кольчугу, потом цепь, потом, потом сосуд жидкости оставить. Все, у меня ничего нет больше. Все, стало легче. Клепанный кожаный пошел. Большой щит туда же. Клепанный кожаный пошел. Как бы не продай тут что-то лишнего. Вакет Заш, это самое обычное. У меня уже есть плюс один. И средний щит сюда же. Так, еще 84 монеты. Тут у нас легкий арбалет. У нас будешь стрелять. Я напоминаю. Тут ничего. Дели поглощение. И тут ничего. Все. Все лишнее, по-моему, сдали, да? Место появилось? Появилось. Это неопознанный предмет. Их надо, чтобы кто-то другой носил. Так, это как доказательство. Это тоже письмо. И тут еще есть испорченная руда. Я тоже с собой возьму на всякий случай. Вдруг пригодится. Так, есть стрелы. Можем раздобавить немного их. Все. Все. Тут тоже порядок. Тут порядок. Это тоже все надо бы опознать будет. Со временем. И перечитать книги. Сегодня надо пару книг точно прочитать. Они уже не лезут никуда. Все. Можно идти сдавать квест. Уже берусь. Все лишнее сдали. Ну, пошли. Пошли дальше. Привет тебе, искатель. Опа. Несомненно, они устроили отличный карнавал. Вот только бы народу пришло побольше. А где все? Внизу в шахтах или мертвые, или то и другое. Такое часто бывает. Прости, это же здесь, чтобы насладиться карнавалом. Не позволяй мне рассказывать эти уникающие истории. Честно говоря, шахты меня интересуют больше, чем карнавал. Мне хотелось бы выяснить, что там происходит, если получится. Если ты запоздал, то мы уже выяснили, что там происходит. Приятно было познакомиться. Наслаждайся карнавалом, приятель. По-моему, мы с ним уже общались. Или мне кажется. Ладно, пошли докладывать в Нашкель о ситуации. Сложившийся. Уже берусь. Я не знаю, как тот квесты выполняет. Столько квестов набросали. И они все как-то распределены не очень хорошо, по разным главам. Теперь надо перечитывать каждый квест. И смотреть, что я сделал, что не сделал. Иван стоит здесь. Наш старый друг. Облак, а ты кто? Ты не мэр же, правильно? С кем мне надо поговорить? Не знаю. А вот и ты, друг мой. Воплощение честности и бескорыстности. Что я могу для тебя сделать? О! Я здесь, чтобы забрать награду, которая является по праву. 300 золотых награду за изумруды. Что ж, будешь продолжать в том же духе и очень скоро сделаешь все имя среди охотников за головами. К лучшему это или к худшему, я не знаю. Так, скульптор призм. Вот, мы нашли один квест. Сдали. Скульптор призм. История призма была действительно печальной. Жаль, что у нее не могло быть лучшего завершения. Ну, а мне досталась прибыль золота за изумруда, который он украл. Да, мы еще денег заработали. Опыт, денег... Правда, изумруд потеряли. Не знаю, сколько он... Он дороже, может быть, стоил. Но зато мы квест закрыли. Это уже хорошо. Кстати, а почему у меня нет значка на аватаре, что у меня есть защита? А, я ей защиту сделал. Может, мне все-таки дать эту защиту, а? От электричества. Ладно, пусть ведьма ходит. Она у нас с магией имеет дело, чтобы у нее заземление там... Хе-хе. Светоком не убило. Так, здесь квест сдали один. Как же остальные-то квесты найти? Так, это мэр. Это основной квест у нас по шахтам. Отступитесь, граждане! А, вот и ты. Похоже, я был прав, доверившись тебе. Город от всего сердца благодарит тебя, и мы рады вручить тебе соответствующую награду. Пожалуйста. Примите 900 золотых за твои старания. Это довольно приличная сумма, по любым меркам. Еще раз благодарю. У одного из кабольда в шахтах мне попался вот этот сосуд с жидкостью. Я думаю, это может иметь какое-то отношение к испорченному железу. Хм. Я не специалист по металлам, но ты можешь показать это грохочущему молоту из Берегоста. Она наверняка, он вернее наверняка знает, что об этом больше. Еще раз спасибо тебе за все. Так, репутация пошла. Мы потеряли письмо. Мне надо отправиться в Берегост и посетить гостиницу Фельдепоста. Там остановился некто по имени Транцид. У него должна быть для меня интересная информация обязательно. Так, скульптора закрыли. Это сюда, да? Сосуд странной жидкостью Гаскел посоветовал мне отнести этот сосуд Тайрому Фуэруиму в Берегост. Скорее всего, он знает, что с ним делать. Я успешно расчистил шахты на Шкеле и получил приличную награду за свои старания. Детсот золотых от Беруна. Гаскел и благодарность от всего города. Теперь железо постепенно начнет вновь поступять на побережье, хотя его перевозка по-прежнему останется опасным занятием. Необходимо покончить с бандитами на дорогах. Ну все, мы решили этот вопрос. Нет, я сам писать ничего не буду здесь. Ой-ой-ой, капитан Брейк. Обезумевшим капитана Брейка не могут найти даже стражники, служившие по диону чан. Слук от волок. Капитан стражан на Брейк пропал несколько недель назад. Его бы нам найти сегодня было бы здорово. Сразу же после того, как его поведение странным образом изменилось, он считался порядочным семьянином, но внезапно он строил жестокую кровавую бойню. Пав такую неистоство, о котором никогда раньше не слышал. Его сослуживцы не заметили никаких предпосылок. Такой переменной, но один факт, похоже, имеет к этому отношение. Не будет о нехватке железа, никто бы не обратил внимания, что незадолго до своего порыва безумная версия капитана раздобыл новый меч. К сожалению, никогда не могу проверить, насколько важна эта информация. Ну, все. Давайте отправляться дальше. Не знаю, тут какие-то квесты еще есть. Надо просто переходить во вторую главу и все перечитывать. Но Брейк, ладно, мы его будем еще искать. Но мы найдем, я думаю. Зимних волков не встречали. Обострение отношений с Амном. Это при чем здесь? Так, супруга Джосефа. Я пообещал одной из девушек из Нашки, чтобы пытаясь найти ее мужика, который исчез, приезжающий к городу шахт. Его зовут Джозеф, и он носит кольцо из ренчака. О, ё-моё, по-моему, мы... По-моему, у нас проблемы. Я его что, не нашел? Я не хочу туда возвращаться. Супруга я помечал, по-моему, да, Джозеф? Ну, давайте сюда попробуем сходить. А кольцо из ренчака у меня было, по-моему, да, я его, наверное, сдал. Нефритовое кольцо. Не знаю. По-моему, Джозефа не находил. Сейчас попробую, конечно. Может, что-то мне в шахты опять идти не хочется. Нет, Джозефа я видел, я с ним общался. И что? Кстати, что-то у меня отобрали. Я потерял священный символ Малахея, потерял письмо. Репутация повысилась. Какое письмо я потерял? Какое-то письмо осталось. Символ Малахея забрали у меня. Эта жидкость осталась. Но мы его... Эту жидкость отнесём потом берегу. Так, ну, тётя, ну, в общем, я не знаю. Я Джозефа, по-моему, нашёл, но ничем тебе помочь, наверное, не могу. Уже берусь. О, привет. Блин, ты уже здесь, то, что случилось. Удалось найти Джозефа? Блин, ну, я... Я начинаю догонять. Надо было там искать. Хорошо. Что такое? Было там, блин, место одно. Горион гордился бы тобой. На каком-то уровне. Тёмное, туда не дошёл. Видите, квест. Но нам в любом случае-то возвращаться нам будет. Да, там было место, я его не обтоптал. Супруга Джозефа, это последнее, в принципе, задание, которое можно выполнить. Ну, кроме Брейга. Ну, волки, понятное дело, волки есть волки. Похоже, между вратами Балдора нарастает напряжение, я это не знаю. Короче, надо будет вернуться. Ну, собственно, мы собрали же обходить близлежащую территорию, чтобы отыскать Брейга. И как раз заглянем туда. Не дошёл. Я сразу пошёл на выход и просто вышел нафиг. Всё, мне здесь не с кем больше разговаривать. Вверху никого нет. Тётка там какая-то про толстого мужа ещё спрашивала. А вот так по карте. Скульптор. А, вот здесь ещё скульптором интересовались в кустах. Хотя я толстяку сдал. Вот это он, наверное, интересовался. Здесь, наверное, никого уже нет. Ну да. Это толстяк меня спрашивал, поэтому этот квест я выполнил. Ещё пометки есть какие-то? Моргающий дракон. Это Киван Лучник. Гарнизон. Особняк. Это причина, зачем мне этот особняк? Не знаю. Пошли вверху, посмотрим. Тётка ещё про какого-то толстого мужика спрашивала. Видел ли я его или нет? Может, ты видел. Вот этот Тарис. О! Сдавайтесь. Я смерть, пришедшая за тобой. Блин, не сохранился. Сдавайся, твой переход в мир иной будет быстрым. Сдаюсь. Я не хочу сражаться, только не бей меня. Что? Я никогда не сдаюсь. Сражайся, или пожелаешь... Что? Сражайся, если пожелаешь. А, ты всё равно уже одной ногой в могиле. Я не против отработать свои деньги. Мне никогда не понять, зачем нанимать нимбулла, чтобы иметь дело с такими, как ты. Влиняй сохранился. Нимбул какой-то. А где стража? Опять покушение. Уоросад за меня вступился. Опа! Смерть? Нет ещё. Но мы его убили. Даже не мы, а может быть кто-то другой. С кем ты дерёшься? Рассад. Спокойно, спокойно. Сапоги, кстати, выпали. Сейчас мы придём с себя, и всё будет нормально. Значит, рассада не остановить монаха. Так, давайте. Классное у него заклинание. Все страхи нафиг разбежались. Ну, кроме меня, конечно. Я ничего не боюсь. Сапоги, это круто. Сапог у нас нет. Так, плюс ещё есть. Ну что, я собирать, наверное, начну уже. Пока все бегают. О, метательные топоры. Хорошая, кстати, вещь. Солдат Амна. Где ты раньше был? Надо было дождаться, пока идёт гвардия. Тогда мы быстрее его забили. А вообще, я не знаю, конечно, кто его шлёпнул. Кто нанёс урон. Критическое попадание. И Маэн. Маэн его убила, прикиньте. Шлёпнула его. Солка сняла. Самая чёткая у нас она. Классно стреляет. Так, все сюда. Разбрелись тут у нас. По округе. Джахир и дальше всего убежал. Странно, что Минск испугался. Да это странно. Блин, а с Росадом теперь я не знаю, что делать. Смотрите, он неадекватен. Ладно, в любом случае, мы выжили. Здорово. Похоже, тебе были непонятные догматы моего ордена. И сейчас всё хорошо. Дневник обновлён. Почему он обновлён? Я ж уже с ним общался. Монах Росад. Росадский сынаш. Или мне посвящался монах Солнечной Души по имени Росад. Я ж с ним общался уже. Сначала я подумал, что он сбежал из ближайшего цирка. Но, как выяснилось, он является посвяточником богини Силуны. Лунной Девы. Он со своим братом Гамазом. Гамаз, знакомое имя. Вырос на улицах Калемпорта. Пока монахи не приняли их к себе в орден. Росад был невозмутимый, явно чем-то опечаленный. Его навыки боевых искусств показались мне слишком опасными. Если я захочу поговорить с ним снова, его можно будет найти возле Нашки. Да, он классный парень, но я никого отсюда выбрасывать не хочу. Я бы и так реально многих взял. Но зато, с другой стороны, второе прохождение можно делать с абсолютно новыми персонажами. Абсолютно новыми. Здесь ровно новая партия соберется. Может, даже и больше еще. Так, это мы посмотри... А с теткой я хотел еще поболтать. Ох, мужчина такой высокий. Он такой толстый, в общем, неуклюжий такой. Где-то такой ширины. Вот это хам. Тарис. Откуда я знаю, где он? Если найду, я обязательно скажу. Ну, тут одного толстого нашел. Странно, что он тебе не подходит. Ну, ладно. Мы тут сапог набрали модных. Кольцо модное. Метательные топоры. Кстати, вещь неплохая. Особенно для тех, кто не пользуется луком. Я думаю, вот этому господину мы дадим. Метательные топоры не помешают. Пусть будут. У него силы много, поэтому и топор нормально метнет. Ну что, пошли. Все-таки есть там третий уровень шахты. Второй уровень шахты. Нет, второй я обошел полностью наш кель. В третьем уровне в углу. Угол верхний-левый я вообще не проверил. Там он даже не раскрылся, зараза. А я как чувствовал, что там может быть квест. Ну и посмотрим локацию какую-нибудь. Путешествие все-таки. Как-никак. Должны следовать все. Пошли сразу, наверное, в шахты наш кель. И потом зацепим вот эту локацию. Выйдем мы... Нет, давайте зайдем отсюда. С этой стороны. Через тайный проход, который мы открыли. И попадем на третий уровень быстрее намного. Поехали. А потом зацепим вот эту часть. 16 часов. Я не знаю. Спать будем, когда нас ранят. Хотя кто нас ранит, на самом деле. Ну, могут напасть, конечно. Давайте сюда. Продя немного вглубь пещеры, увидите, что она завалена. Похоже, пробраться туда нет возможности. Вы нормальные. В одну сторону можно только ходить, слышите? Назад вернуться нельзя. Только в одну сторону. Ё-моё. Ну, ладно, зайдем тогда через шахты наш кель. Нет, давайте, наверное... Давайте, наверное, сначала... Опять проходить надо будет. Посмотрим вот эту локацию, которая нам неизвестна. Вот, зараза ж. Ещё 12 часов потратили. Оттуда можно выйти. Сюда нельзя. Давайте лучше это днём делать. Сейчас мы чуть поспим. Поспали. Мы всё-таки поспим. Вы вдруг просыпаетесь в холодном поту. Блин, теперь что-то увидели. Хотя наше тепло и спокойно. У вас возникает ощущение, как будто кто-то прошёлся по вашей могиле. И на секунду вы задумываетесь. Не вы ли сами? При этой мысли земля под вами разверзается. И вас уносит во тьму. Когда вновь становится светло, чувство уверенности не возвращается. Пустые рудники наш кела. Вы проходите сквозь стены и полы пещер, опускаясь всё глубже, пока не замечаете неясную фигуру. Перед вами неподвижно стоит Мулахей. И выглядит он не лучше, чем в тот раз, когда вы оставили его. Отвратительный призрак, лишённый покоя загробной жизни, ожидает вас. Перед ним парит костяной кинжал, готовый вонзиться в плоть. Если бы эта тварь могла дышать, она, несомненно, изрыгала бы проклятие. Она ждёт убийства, смерти после смерти, и надежда ей неведома. Вы поворачиваетесь к клинку спиной, и он падает на пол. Этот призрак будет достаточно наказан в земле мёртвых. Вы не хотите мучить его больше. Удивлённый и благодарный призрак Мулахея, хромая, шагает вперёд сквозь вас, устремляясь навстречу своей судьбе. Он оставляет частицу себя вам, будто бы на хранении. Это искорка надежды, которая заполняет вас пустое пространство, о котором вы и не подозревали. Отверстие в форме кинжала. Из глубин раздаётся крик ярости, и костяной кинжал сам по себе взлетает, устремляясь в ваше сердце. За мгновение до того, как он должен вас поразить, вы просыпаетесь, и холодный пот сжёт вам глаза. У вас в ушах звенит осуждающий голос, хотя он должен был исчезнуть вместе со сном. Ты ещё научишься. Ещё один сон, который нам что-то добавит. Какую-то характеристику повысит. Вылечить лёгкие раны. Понятно? Ещё один сон и ещё одна способность. Вот теперь мы дважды же можем вылечиться. Чего тебе? Хорошо поспали. Сделано. Мулахея встретили, которого убили в прошлой серии. Так, давайте эту локацию сами исследуем. Это что летает? Интересная птица. Пока тут вообще ничего нет. Ну, это только кажется. Кстати, мы же, мы же, мы же поспали. У нас там есть два заклинания, которые можем потратить на, во-первых, вот это. Кошачье щутьё. Сапоги уклонения. Кошачье щутьё. Магия этих сапог специально разработана для того, чтобы отслеживать летящие снаряды и помогать владельцу уклоняться от них. Изначально эти сапоги были сделаны по заказу преподавателя Академии Лучников, который устал от несчастных случаев, устраивая их неопытными студентами. Плюс пять против метательного оружия. Давайте, меня часто стреляют. Я первый же бегу. Вот и я сапогами обзавёлся. Ну, давайте кольцо ещё познаем. Опора поводыря. Кольцо инфровидения. Опора поводыря. Торговцы, которым хватает смелости торговать с дроу, часто получали такие кольца, помогавшие им ориентироваться под землёй. Обладатель получает возможность инфровидения на 120 футов. Давайте мне его дадим. Я тоже первый иду. Больше увижу. Подожди, у меня тут что, кольцо плюс один, да, по-моему? Ну да, это ангельская кожа. Можем заменить. Ну, ничего не даёт. Ангельскую кожу кто-то хочет надеть себе на палец, нет? Это что? Это кольцо из зеленчака. Кстати, вот кольцо из зеленчака. Оно не подойдёт, нет? Для квеста. А прикиньте, возможно, оно и нужно, но... Ладно, ну я думаю, оно как-то должно уже быть обозначено от Джозефа, правильно? Может, имя Джозефа на кольце должно быть написано? Поэтому, ну, во всяком случае, стоит посмотреть. Ещё раз квест, но сначала поищем Джозефа, наверное. Так, это надо выучить, только надо сохраниться, вдруг не выучу. Это найти приживалу. Позволяет заклинать и призвать приживалу, который будет его спутником и помощником приживалы. Как правило, маленькие существа. Это существо будет служить своему хозяину, предоставляя к его расположению свои сенсорные возможности, общаясь с ним, а также выступая в качестве охранника, разведчика или шпиона. У заклинателя может быть только один приживалу. И он не может выбирать, какое существо откликнется на Зов, если вообще откликнется. Приживалу всегда умнее, чем остальные представители его вида. Обычно на 2 или 3 единицы интеллекта. И его связь с заклинателем даёт ему возможность прожить исключительно долгую жизнь. Заклинатель имеет с приживалой эмпатическую связь и может отдавать ему приказы мысленно. Заклинатель получает половину максимальных пунктов здоровья приживалы, округляется в меньшую сторону. В качестве добавки к своим пунктам здоровья. Однако заклинатель должен как следует заботиться о приживале, поскольку если тот умрёт, заклинатель потеряет дополнительные пункты здоровья и ещё получит урон в том же размере. Кроме того, при смерти приживал его хозяин навсегда теряет одну единицу телосложения. Да вы с ума сошли! Нет, нет, я его выучу, конечно. Не удалось записать это заглянание, ну и хорошо. Нет, я его всё равно выучу. Я его загрузился только что. Вот. Может, что бы ещё за приживал и следил? Если умрёт, то ещё и потеряем с вами один пункт телосложения. Не хватало ещё. А он по-любому не выживет, это приживало. Нет, ну понятно, плюс один боец в нашей команде, но за ним надо следить очень сильно. Если тут кровь, если бой будет очень сильным и тяжёлым... Гиберлингер. Ого. Так, ребята, мочим, 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 мочим. Как на нас напали. Блин, имейн убивают. Я пошла. Отлично. С них ещё что-то выпадает, смотри. Мох, нас потрепали-то. Что-то у них... Ё-моё. Ребята, что ты сделал? Нет, автоматические заклинания это зло, конечно, иногда. Ох, моё сердце не желает в этом участке. Давай, давай, давай. Не ной. Мы тут вышли какому-то кровавому. Я не знаю чему. Разрубите вы его уже, он последний остался. А его достать никто не может, далеко находимся. Всё, а теперь давайте отползать отсюда. Уже берусь. Неплохо она киданула, автоматически заклинание. Смотри, сколько денег. Хорош. Тут ещё какой-то... Чистые мысли или что-то типа того. Так, там мы всё собрали. И тут всё собрали, да? Да. Хорошая кучка была. Посмотрите, как нас растерзали. На самом-то деле. Ну что, так лечить, что-то стоит. Сейчас четыре возможности вылечить нас всех. Минска лечи, меня лечи. Чего тебе? Я буду лечиться. И ты лечись. Минска лечи первым. У нас передовик. Хорош. У тебя ещё два есть. Давай себя. Вот этот здоров. Как это халик не пострадал? Да, не знаю. Ну и Мэйен, который загрыз гибелин. Отлично. Ну так вперёд! Так, что мы там набрали. Ничего, такая партия была. Опять нет предмета. Что ж такое-то мы тебе? Тут как обычно всё. Так, это тебе не нужно. Давай складывай кольца, иначе они у меня уже не помещаются. Их можно продавать, но это наш банк. Так, кольцо из зеленчака я всё ещё ношу. Эта фигня, я так понял. Спорченное железо нам не нужно для доказательств? Ну ладно, посмотрим. Так, ты это уже выучила, по-моему, насколько я помню, да? Да, можно складывать сюда. И это друзья. Это она не может выучить. Это никто не может выучить. А почему? Потому что... Зачарование-очарование. Это для... А для кого это? Друида, что ли? Так у нас есть друид. Заклинание 6 единиц харизма. А, друид маг, наверное, да? Не могут использовать. Нет, друид не может. Лена Боля, заклинатель 6 очков. На себя, раундов. А кто ж его может-то использовать? Ладно, неважно. Никто у нас не может использовать из той компании, которая есть. Ну и ладно. Плюс уровень нам повысили. Кое-кому. Повысить уровень. Давай. У него получается 13. И знание легенд увеличено на 1. Хорошо. Теперь он стал на здоровее. Кому-кому, Ахалиду это очень нужно. Тут, по-моему, пещера, или мне кажется? Да нет, тут пещеры нет. Просто толпа. Этих ужасных существ здесь собралась. Смотрите, сколько крови. Вот почему крови. Это они тут сжирают. Одиноких путников или еще кого-нибудь. Отсюда можно свалить. Дальше некуда. Это хорошо уже. Уже берусь. Мы на краю карты. Ой. Не так ног. Давайте дальше следовать по карте. Опять они. Правда, только двое. Но при деньгах. Это же хорошо. Идем далее. Не очень удобная местность. Наверное, кого-то еще встретим. Да нет, вот обрыв. Это что, край карты? Да, край карты. Давай тут посмотрим. Или тут я тоже не смогу пройти. Нет, тут я не смогу пройти. Тут тоже закрыто все. Ладно. Нам легче. Все-таки край мира. Пустите меня первым. Я, конечно, со своим маленьким щитом не очень-то смотрюсь. Опа, мужик какой-то. Лена. Здрасте. А что тут делаете? Как поживаешь? Пожалуйста, господин, подождите минутку. Прошу прощения за столь неподобающий внешний вид, но я уже больше недели скитаюсь по этой глуши. Вы должны мне помочь. Мой друг серьезно раненый и может умереть, если его не вылечить. Пожалуйста, помогите. Сожалею, леди, но у меня нет на это времени. Как зовут твоего друга? Его зовут сам Самуэль. Вы поможете мне, господин? Да, где он? Он здесь рядом на земле. Этот Самуэль, он сейчас в ужасном состоянии. Даже не зная, сколько он еще продержится. Вы можете отнести его в гостиницу Дружеская Рука? Если доставить его в Храм Мудрости к деланию Мира Шейд, она точно поможет ему. Пожалуйста, вы сможете это сделать? Я могу доставить его в Храм Мудрости, но только за определенную плату. Раз. Простите, девочка, у меня нет на это времени. Хорошо, хорошо, я отнесу Самуэля в Храм Мудрости при гостинице Дружеской Рука. Как его отнесу? Ладно, хорошо. Спасибо, спасибо вам огромное. Только поднимайте его очень осторожно и, пожалуйста, отнесите его в Храм сразу же. Не знаю, сколько он еще протянет. Но это замечательно просто. Это просто чудесно. Я долго буду ходить по этим краям. Я пообещал женщине по имени Лена достоять Самуэля в Храм Мудрости. Это же далеко. Получен предмет Самуэля. Самуэль, тебя уже предметом назвали. А вот мужик лежит. Самуэль, 115 килограмм. Это тело Самуэля. Как, я нормально его? О, хорошо, что я мощный парень. 115 килограмм. Ну и нажрал Самуэль, я вам скажу себе. Вес. Ладно, давайте эту карту уже досмотрим. А потом будем двигать тогда дружескую руку. Насколько я понимаю, он может помереть прямо у меня в кармане, да? Прямо у меня в рюкзаке может помереть Самуэль. Понятно. Такого громила в рюкзак закрыть. Опа, опять они. Добивай. Так, ну пока я здесь нахожусь, я думаю, Самуэль не помрет. Это когда я перемещаться буду, наверное, с места на место. Тогда уже есть опасность, что он может откинуться. Хотя здесь карта вообще мизерная. Блин, даже надо было его найти раньше того, как я в шахты залез. Ну ладно, спасать. Рвешься в герой? Какая прелесть. Я его же герой. Ну, место есть, да. Карта у нас полукарта, можно сказать, обрезанная. Поэтому обойдем ее довольно быстро. Ну вот в подружескую руку, конечно, я не планировал еще идти. Да и далеко. Там 5, наверное, идти. Может и 6. Это же через берегоз. А берегоз зайдешь, там же квесты надо сдавать. Ой, не знаю. Ладно, посмотрим, как у нас ситуация разрешится. Если он не помрет. Я служу пламенному кулаку. Внимание. Стоять. Наемник пламенного кулака. Стой, я представитель пламенного кулака. Назови себя и цель своего пребывания. Я из отряда наемников. Из служащих Амну. Я странствую в поисках приключений. Я из Орды Разберенных Тарасков. Я странствую в поисках приключений. А что? Искатель приключений, да? Тогда будь насторожая. По нашим данным, в округе околачивается много бандитов. Кроме того, я ищу одного дезертира пламенного кулака, который украл магическое кольцо и пару драгоценных камней из нашей казармы. А затем скрылся. Это не я случайно? Его зовут Самуэль. И скорее всего... Аааа, он путешествует с женщиной. За его поимку назначена награда 50 золотых. Это на самом деле я хотел задать один вопрос. Кто это с тобой? Блин, Самуэль у меня в кармане лежит. Это один из моих компаньонов. Он ранен. Это дохлый хаблогоблин. Думаю, он из вызывающих дрожь. Так что тащу его в берегоз для опознания. Это торговец, который встретился мне случайно. На его караван напали бандиты. Он тяжело ранен. Он заплатил мне, чтобы попасть обратно в берегоз. Это Самуэль. Я хочу сдать его за 50 золотых. Не хочу его сдавать за 50 золотых. Я его отнесу все-таки в дружескую руку. А вдруг он хороший человек? Берегоз я его несу, короче. Ладно, может быть, еще встретимся. До свидания. Прикиньте, была возможность не ехать в берегоз. Но правда 50 золотых не та сумма, которая мне нужна. И все-таки хотелось бы помочь, конечно, этому парню. Блин, собаки напали. Глаза, Бу! Выцарапывай глаза! Край! Что ж я раненого отдам-то? Его же убьют. Может, конечно, из-за этого у меня репутация понизится. Но так пусть сам и ищут. Он тут в метре-то лежал. Раньше не могли найти или что? Подождите, нас кого-то не хватает. Нет, нас не хватает. Не-не-не-не-не-не. А я могу уйти, да, сюда? Да, без проблем. Но мы еще с вами не осмотрели всю карту. Тут еще что-то есть. Подожди. То это сюда можно спускаться еще? А, ну да. Эх, добрая душа, да? Сейчас бы сдал бы его за 50 золотых. И не надо никуда было ехать. Нет, ну за 500 золотых. Я еще, может быть, подумал. Ну за 50, извините. Да, и Лена обидится. Та, которая мне заказ сделал. Зимний волк, кстати, шкур можно сдавать. Первый, да? Ох, мощная тварь. Реально мощная тварь. Отлично. Вот первый. Тысячу дали. Это очень мощная тварь. Нам столько за ключевой квест в этом регионе дали. И шкуру, кстати, не знаю. Я помню во второй части или в какой-то части. Если это в Асфиндейле было. Мы со шкурой делали отличный доспех. Может, пока что поносим, если он не очень тяжелый. Сколько он весит? 10 килограмм. Ну, по сравнению с Самуэлем, который у меня в рюкзаке, это ничего. Ну, зимний волк. Северный, по идее, должен чаще встречаться. Но сдавать шкуры в нашкеле. По-моему, по 200... Что-то нет, цифра 225 или 250. О, смотрите, какая заначка в горе. Да, без подсветки. Не знаю, как в старой версии игры находить было эти заначки. Честно скажу. Как тут натыкать вообще? Ну, понятно, кнопкой надо, но все равно. Это звездный сапфер. Это нереально дорогая вещь. Несколько тысяч, по-моему. И... Иолит. Ну, и кольцо еще, конечно, модное какое-то. Говори. Уже берусь. Чего тебе? Да, не зря заглянули. Сюда же не зайти, да? Нет, тут мы никак. На верхнюю часть давайте еще посмотрим. Я служу пламенному кулаку. Понятно. Не хочу его сдавать. Понятно, он просто здесь стоит. В любой момент можно Сэмю его затолкать. В общем, если он помрет у меня до дружеской руки, я сохраню сейчас перед выходом. Я его сдам за 50 тогда. Мало ли, вдруг не доедет. Ну, что тут еще будет что-то интересное на этой карте? Пока что ничего не вижу. Да, мы и все обошли. Какая-то еще часть осталась. Тут мы все прошуршали. Относительно. Товарищество! Буа, Минсу, да ты. Обалдеть. Сталь, осталь. В самый раз для легенды. А это еще кто? Пожалуйста, подожди, я должен поговорить с тобой. Это не очень важно. Обалдеть. Такой маленький клочок остался. И там стоит персонаж. Конечно, что ты собираешь мне сказать, гном. Спасибо, дай старику отдышаться. Итак, позволь представиться. Я Хафиз. Бин, Ватат. Астролог, ученый, маг. Пожалуйста, назови свое имя. Мое имя Шет. Шет, да я помню это имя. Я видел твое лицо в своих снах. Сны о тебе всегда наполнены кровью и смертью. Понятно. И в них есть еще кое-кто. Один человек, который наблюдает. Злой человек. Они всегда заканчиваются смертью. Либо твоей, либо моей. Это так странно, что я повстречал у тебя в воплощение своих снов. Должно быть, в тебе есть нечто очень особенное. Расскажи о себе. Возможно, я смогу тебе помочь. Блин, может не стоит ему доверять? На самом деле, мне нечего рассказать. Особенно тому, кого я так мало знаю. Мне придется покинуть огном. Знаешь, гном, если твои сны всегда заканчиваются смертью, кого из нас, думаю, нам вообще не следует разговаривать? Ничего личного, Хафиз. Но мне хотелось бы выйти из твоего сна в добром здравии. Ну и третий вариант. Мне есть что рассказать. Но я не знаю, достаточно ли у меня времени, чтобы вдаваться во все подробности. Мое детство прошло в Кенлапе. Мы жили там с моим отцом Горионом. Не так давно мы были вынуждены бежать оттуда. Похоже, кто-то очень желает моей смерти, пытаясь убить меня. Он убил моего отца. Давайте мы доверимся, а что? Вдруг он что-то расскажет. Сожалею, что пробудил в тебе столь болезненные воспоминания. Хочу помочь тебе тем самым избавиться от этих снов, которые мучают меня. Вот возьми это, когда будешь сражаться с теми шестью, что служат убийцей твоего отца. Прочти этот свиток, и он защитит тебя от их гнева. А теперь прощай. Может быть, мы еще встретимся. Вот, видите, доверился человеку. И получил. Вот это странный свиток. Свиток защиты. Главное, чтобы Сэмюэль его не затащил. Ладно. Да у меня их два, вообще-то. А их можно суммировать? Нельзя. Они оказываются разными. Будешь сражаться с теми шестью. Он меня хоть не подставил тут, нет? Надеюсь, что нет. Тут еще остался маленький островок. Блин, надо проверять каждый кулачок. Прикиньте, получили какое-то за... Как бы не забыть, что он у меня есть. Когда я с кем-то там буду заражаться. Ладно. Давайте Сэмюэля тащить. Сейчас я проверю еще темный участок. Он здесь остался. Вот он, последний. Чтобы я уже точно знал, что здесь ничего нет. Никого. Да. А то такого хафиза пропустим и все. Ну ладно, давайте валить. Если не получится, если не доживет, тогда сдадим его за 50 монет. Ну а что делать? Ну все. Нет, на мост не надо идти. Дружеская рука. Сколько это путешествовать? 40 дней, да? Я не вижу мелко слишком. Один день 16 часов на самом деле. Ничего сложного. Он еще жив там. Алло, не завонялся еще Самуэль? Тело Самуэля. Он что, помер что ли? А у него было тело Самуэля или нет? Ладно, неважно. Но квест еще, по-моему, есть. Я пообещал женщине Лена доставить Самуэля в храм мудрости при гостинице Дружеская рука. Сделано. Да закройте мне этот дневник. Спасибо. Так, быстрей, быстрей, быстрей. У меня умирающий чувак. Быстрей. Где тут у них рука дружбы или что-то? Храм мудрости, во. Сюда нам надо. Бегом. Бегом, бегом, бегом. Не останавливаемся. Срочно сюда. Ну так вперед. Чего я с другим оружием хожу? Это же оружие помощнее будет. Плюс два меч все-таки. Так, храм здесь. Заходим. Надеюсь, я успею еще. Здрасте. Кто-нибудь, помогите. Гелана. Хорошо. Что такое? Да направит, Глиттер Голд, ваш взор. Кажется, ты тащишь кого-то тяжело раненого. Могу ли я тебе что-нибудь чем-то помочь? Этого парня зовут Самуэль. Мне сказали принести его к тебе. О, боги, это же Самуэль. И он в ужасном состоянии. Я рада, что тебе удалось доставить его ко мне. Такой прекрасный молодой человек. Ждает, что он поддался уговорам Лены покинуть пламенный кулак. Что ж, с этим ничего не поделаешь. А вот его здоровье еще можно поправить. За услугу, оказыванную тобой, я хочу дать тебе несколько зелья в знак твоей благодарности. Своей верни. Офига себе. Я доставил Самуэль в храм мудрости и передал его Гилни Мирошет. Все завершено. Репутация плюс один, опыт пятьсот. А так бы мы его за пятьдесят монет бы сдали. Да ну вы что, еще и зелье дали. Еще и зелье дали. Причем зелье Алексея в здоровье очень мощное, кстати. Масло скорое, наверное, лучше на него поменяю. Отлично. Превосходно. Так, зелье можно сдать кому-нибудь, кто их может унести. Мне бы найти эту штуковину для зелья, классная вещь бы была. Здесь такая сумка, которая помогает переносить. Бутылки. Ну что, все, у нас тут ничего нет, никаких квестов. Я не помню Дружеской Руки, это вообще первая глава была. Вот это мы выполнили, закрыли. Так, обострение отношений, история. Не нашли зимние волки. В нашу кель, наверное, попался торговец, который ходит на скупать шкуры зимние. А я не помню, какой торговец их скупает, если честно. Ладно, найдем. Там немного торговцев. Так, полуогрова в крестностях Берегоста. Не нашел пропавшие сапоги Журлонга. Журлонга. Карманы каждый раз составлен. Также опомянул о том, что в пустошах юга от кита Хаббла Гоблин отобрали у него сапоги. Мне кажется, единственный способ решить это мирным путем и получить обратное имущество, это вернуть эти сапоги Журлонга. А я не знаю, где они. Тазок Кивана, это квест Кивана. Пропавшие сапоги. Полуогры, плащ, курки, убийца Басилус. Предлагает награду в 5000 за голый человек, а помимо Басилуса. Когда-то можно найти в храме Латандера к востоку от Берегоста. Все, ладно. Тут, по-моему, у нас в русской руке ничего нет, наверное, по квестам. Давайте возвращаться назад в шахты Нашкеля, искать Джозефа, блин. Не могу ж я его не найти. Жена все-таки ждет. Куда я иду еще? Нет, правильно иду. Так, Самуэля доставили. У нас репутация просто запредельная уже, нафиг. Просто запредельная. Где у нас тут есть уровень репутации? Где-то она отображается на самом деле. Сопротивление, лучшие модификации. Пункты здоровья, модификатор. Где-то была репутация. Но в старом меню я помню, находил. Где-то она может есть, просто сразу не увидишь. Герои. Репутация 18. Уже герой, прикиньте. Мы уже все герои. Нормально мы работаем. Героическая репутация. Понятно, помогать всеми всякому. Ну что, наверное, мы в берегоз пойдем уже чуть-чуть попозже. Кто-то отстал у нас, по-моему. Так, кого-то явно не хватает. Чего тебе? Ну, идет. Чем могу помочь? А, понятно. Зря я тебе дал зелье. Это титан ты наш. Титан. Если сапоги еще надеть, то вообще не сможет ходить. Ладно. Иди уже как-нибудь. Сейчас мы кому-то передарим. Что ж у тебя грузоподемность-то такая? Вообще никакущая-то, а? У него вообще тяжелые доспехи воспрещены. Ему надо, наверное, кожаный дать вместо этого. Латному. Какая ему разница? Все равно класс защиты останется тем. Давайте нам ему кожаный дадим. Ну, не может он носить латный. А латный весит 50 килограмм. Ну, не боится он. Не боится, на самом деле. Класс защиты плюс 3. Ну, давайте ему кожаный реально дадим. Я его специально ношу для этого, собственно. А этот весит 5 всего килограмм. Ну, понятно, да? Класс защиты 3 как был, так и останется. Классом защиты 3. Ничего не поменяется. Класс защиты нет, поменялось. Ну да, нет, это не годится Я же делал это уже точно Ладно, ходи тогда так, как можешь Я не знаю, конечно, что мы с тобой дальше будем делать Но ты вообще ничего не можешь носить Ну будешь носить, не знаю, там, не знаю, пилюли какие-то Все, ему ничего не даем Ну так вперед, уже берусь Ну, пропускаем тогда берегоз Чуть позже в него заглянем Пошли в нашкель В шахты нашкель Попробуем отыскать Джозефа Хорошо, что такое? Побыстрее мы с вами Ломанулись на этот раз Давайте теперь смотреть по углам По-любому там пропустили темные Темные места Если мы нас сюда впустят Нет, должны пустить Кстати, а что надзиратель? Он не хочет мне приз какой-то дать А где надзиратель делался? О, Эмерсон, а ну Я же все выполнил Шахта работает Заранее благодарю вас за невмешательство Да благослови мою душу Тебе удалось выбраться оттуда В целости и сохранности Если ты не против Я скажу, что это самое прекрасное зрелище За последние несколько недель Я сообщу ребятам, чтобы они принимали за работу Там ведь много руды в шахтах Отправить ее мы все равно не сможем Из-за бандитов Но это уже не мои проблемы Лучше расскажи мэру Расскажи мэру своих подвигов Скорее всего он наградит тебя Так, Эмерсон был весьма доволен Куда-то добавилось Важное событие, наверное Нет, завершили Прикиньте, так квест завершается Эмерсон был весьма доволен Что может вернуться к работе Однако осталась еще одна проблема с бандитами Которые нападают на караван А, да еще Эмерсон сказал, что мне нужно зайти к мэру за наградой Нормально квест выполнился Сам по себе Я не знал, что Эмерсону надо докладывать Просто, просто Если бы не кольцо Джозефа Я бы сюда не вернулся Честно говоря Так, ну давайте смотреть Тут мы, по-моему, все обошли с вами А что, я выход не помечал? Блин, я выход помечал только в одну сторону Ну, я здесь помню где Ладно, это пошли дальше Я помню, куда здесь идти надо Уже берусь Мы так свысока будем смотреть Чтоб побыстрее сюда выйти Тут мы все обходили Все углы Проверяли на самом деле Так легче, кстати, искать выход Смотри, где мы были, где не были Ну, тут мы были Этот мы затерли до дыр Или второй, или третий уровень нам Мы его бросили И сразу попали в гущу событий Так, есть Второй сосматриваем Я не тебе пометил выход На самом деле Вот сюда нам надо идти Вот тут я был Нет, тут я был Нам сюда надо идти Уже берусь Тут я, по-моему, все проведу Да, это место хорошо Помню шахтеров, помню И здесь я обошел Ну что, третий тогда уровень Потому что четвертый Это уже Малахей там сидел Пробуем, попробуем По идее, тут над нас нападать Уже никто не должен Так, сюда будем заворачивать Нет, тут ничего нет Жалко, что нельзя было С четвертого уровня залезть Так бы мы сразу и попали А так сам теперь остался закрытым Туда теперь Сразу не войдешь Только вот таким методом Как мы сейчас Действуем Вот здесь, по-моему Где-то мы что-то с вами Не добродили Да, где-то мы тут с вами Не добродили Не добродили Не добродили Давайте искать Сделано Кого-нибудь Никого-нибудь От Джозефа Или его тела Или я не знаю Кого Я не знаю По-моему Я тут был А тут я был Был И здесь был Да и это Помню Проверял О, кольцо Вот оно Ё-моё Вообще на входе Офигеть Опа Еще и ловушка Нет, я не был здесь А как я так прошел Не, неплохо Кольцо спрятали Прямо на выходе Это ж оно А это Джозеф Походу Да, Джозефа Изеленчака Короче, обычное Кольцо не пройдет Я думал Обычное подтолкнут Смотрите, два одинаковых Охренеть Вот это нашел Квест Так его вообще Фиг найдешь А что ж тут Мы что тут Ловушки даже Еще не вскрыли Да, тут еще И враги остались Я же говорю Мы не все обошли Я думал Уже все вычистили Нет Еще кое-что И осталось Даже Так Стрелы Свинья Какая-то Я уже не возьму Свинья Это жир Смазать Так, тогда Это кольцо Изеленчака Можно сдавать Да Но слишком далеко Так, бесплатные стрелы Да Сюда не заходили Я же говорю Что-то в третьем уровне У нас осталось Неизведанным Вот тут целый регион Остался Неизведанным Не рекомендую Бежать впереди Кое-кому Тут мы еще много Чего найдем Я чувствую Да Не, ну потому Кольцо я протоптался В прошлый раз Взял и прошел Докер Убьет Внимание Это не без меня Нормально сражается Смотрите У этой группы Исключительные Перспективы Вы будете убивать Коболь Да нет А, мы его На свою сторону Переманили Все равно Его надо убивать Ребята Говори Я конечно понимаю Но его надо убить Он же рано или поздно На нас нападет Глаза Бу Выцарапывай глаза Крах Все, готово Глаза Бу Так Давайте сбросим Обычное кольцо Из ленчака Контейнер полон Все, надо продавать Тогда будет носить Вот этот Нет, нет Другой парень будет носить Ну ладно Контейнер полон Прикиньте Камни Я думал он не заполняется Я уже подзабыл Ладно, не важно Сейчас мы это чуть осмотрим И камни будем сдавать Тогда каких много По чуть-чуть Пока не найдем Еще один контейнер Еще нашли камень Отлично Тут еще дофига все У меня есть кто будет носить Он как раз для этого И создан Чтобы носить драгон Нету Они тоже весят, да Что-то Фигеть Даже в жерелье что-то Весит А этот парень С ними не справляется Вот жетуха у него Ладно Мы с вами попали У него очень веселое Положение Мы не можем Ничего не взять Ничего не унести Оттолкнуть надо бы было И тут еще что-то будет Сейчас Что это такое? Это обрыв Вот тут я еще не был В этом регионе Я сюда сразу попал Да-да-да Я вот это не зачищал Он сейчас так бежал быстро И целую часть карты не заметил Наверное в бочках не лазили Всякое возможно Нет, в бочках Я думаю лазили Где-где Но в бочках точно лазили Зато тут ловушек куча Так, тут тупик Но здесь я не помню По-моему мы были Да, здесь мы обошли Все, эту часть мы обошли О, маги Нет места в усталом уме Мне нужно поспать А, это ты устала Ну что за крик Мне гораздо проще думать После отдыха Мы не могли бы Хотя давайте выйдем через низ Давайте выйдем через низ Будет быстрее И тут выход Нужно отдохнуть Доспехи Меня сильно Начирают А, что-то Меня на сон тянет Сейчас выпрямься Через четвертый уровень Нам сюда Тут же мы были, да? В этих углах Да как-то не заглядывали Очень подробно Пробежали просто Да и все Просто думаю А вдруг тут квест какой-то Ну ловушка точно какая-то может быть Специально запутали Ладно, давайте сюда Не думаю, что тут мы что-то пропустили А вот кольцо Очень легко не заметить На самом деле Его вообще не видно Ну это уже выход Да, там будет Ксан И наш выход здесь Да? Подождите, а как отсюда выходить? А, выходить отсюда Сюда выходить Или нет? Подожди Сейчас не помню, где выход Ксан, а ты тут еще? Ксан? Да, Ксан тут Можно его взять с собой Но мы не будем этого делать Далеко, кстати, за ним бежать Лучше бы он в дружескую руку пошел Или куда-нибудь К нему мы с ним пообщались Выход, кстати, тут, по-моему Или где он? Нет, тут нет выхода Давай наверх Выходи наверху Сейчас сдадим Кольцо Джозефа И наконец-то мы С нашкелем И шахтами его Порешили уже Вот выход, да Не появлялся, потому что темная область была И вот мы снова здесь Хорошо, что такое? И вот мы снова здесь Так, давай в нашкель Сдавать этот квест Еще вспомни, какой торговец мне сказал Шкуру ему приносить Да что же квест считается Так, нашкель О, так, обывательница Это не ты мне нужна, случайно, нет? Нет, она, наверное, в доме сидит Я жду Молодые люди Ну, давай Вот она Плохие новости Ты уже здесь? Что случилось? Ее удалось найти Джозефа? Вот его кольцо Из линчака Но, увы, я думаю, что он мертв Он мертв? Мой Джозеф мертв И да, я забираю его кольцо Как оплату за доставку плохих новостей Теперь прощай Хе-хе, хороший ответ Соболезну твоему горе Вот возьми его кольцо Оно будет напоминать тебе о нем Благодарю тебя Благодарю тебя за эти новости Кольцо с Джозефа Из линчака Конец Хотя мне не удалось спасти Джозефа Я сообщил его жене, что обнаружил его труп Отлично Мы закрыли этот квест 800 опыта нам дали И все Все С этим порешали Ура Ура, товарищи Мы нашли его Несмотря на то, что С первого раза прошли мимо Так Таверна Рыгающий Дракон Я не помню, кому надо сдавать Магазин Нашкеля Гостиница Нашкеля Тут, собственно, немногие людям Из Дашта В особняке мы ничего не нашли Давай попробуем Торговца найти Какого-нибудь Я его не помечал Не знаю Или помечал Шкуру волка Это что же КВС получается? Вторая глава В Нашкельме Пался торговец Который охотно скупает А что я его не пометил Что он у меня есть? Не понимаю Честно говоря Не понимаю, ладно Ну, ну, либо в магазин Надо сдавать Ну, не волошь, правильно Хорошо Что такое? Я собираю множество Историй Все концов земли И огромное мир Это мы слышали Так, это нам не надо Тут торговцев Торговцев, по-моему, нет Если бармен Ничего не продает Хочешь миски? Нет Ночь в магазин А куда еще идти? Тут ничего Тут, по-моему, торговцев не было В гарнизоне кто-то сидит Как вариант Ну, давайте проверим Просто мы возле него Но я сомневаюсь, что в гарнизоне кто-то сидит Кстати, когда на тазок обой мети Надо будет Кивана с собой взять Солдат, солдат, солдат Нет, в гарнизоне тоже нет торговцев Ночь в магазин Облик Ты не купишь у меня, нет? Какие награды в стоящее время не востребованы? Наш капитан-стража все еще на свободе Держи свое оружие на готове Если окажешься рядом с ним Он очень опасен И еще местный скульптор По имени Принц Завершил одну небольшую глупость И украл пару из замрудов Нам необходимо их вернуть Однако своя призма особого значения не имеет Да, призму я уже вернул Квас просто не обновился Наверное, не думаю, что в храме Шкуры скупают На этом магазине Ну не в таверне ж, правильно? Здорово Тебе сдавать, нет? Прекрасная шкура Если что-нибудь в этом понимаю Неплохо Вот достойная цена за ней С тобой приятно иметь дело Вот, нашли торговца Да, в наш креме попался торговец Который охотно скупает зимнюю Шкуры зимних волков Да, мы этот квест закрыли Все-таки это квест Надо было одну принести 500 золота получили И неплохо, да? 500 золота за одну шкурку Я думал, 250 Ну ладно По крайней мере, мы знаем Кому их сдавать Это очень здорово Что мы это тоже сделали Так, Тарис Я так и не понял Кому, кому, кому Кто твой муж вообще? Я вообще тебя не помню, честно говоря Где-то такой ширины Вот это хам И самое главное Даже не представляю Где его искать Может какой-то КВС Какой-то Новый Кроме Чего-то не знаю Ладно, в любом случае В любом случае Давайте посмотрим Карту мира У нас с вами остался Вот этот лесок Вот этот маленький лесок И И Я думаю Мы В следующей серии Нам надо идти в берег Будем зачищать Посмотрим вот эти Местности Тут еще что-то осталось Наверное И будем подниматься Защищать территории Чтобы найти Того самого Безумного Капитана Все-таки Квест Довольно мощный Наверное Я точно не помню Но знаю, что он опасный Тип И с ним надо поосторожнее Но пока что Давайте засядем в таверне Нам всем надо выспаться А через один зашел Не знаю Предлагаю сюда Всем завалиться Чего тебе? Сделано И с владельцем Гонстинец И перекинуться Пару словечек И наверное Выбросить пару книг Давайте что-то прочитаем сегодня Так 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 У кого там книги Которые просто невыносимо носить История Шоудейла Правления Маурима Давайте эту книгу прочитаем И выбросим ее нафиг С тех пор С тех пор Как владыка Маурима Амкантра Получил титул правителя Из рук Доуста Или доуста Саввуда Прошло много лет И не настолько мирных Как он надеялся Первая битва За Шоудейл Случилась в год Принца 1357 В этом сражении Жители долин Под командованием Маурима Обратили в сбег С силой Лерана Самозванца Который несколько раз Сейчас Тут что-то сбилось У нас Лучше не мотать Слишком быстро Который несколько раз Предпринимал попытки Захватить власть В Шоудейле Завещанную ему Зентийской марионеткой Джерданом Весьма значительно Эта битва Бледнеет По сравнению с той Что разыгралась На том месте В следующем году Уже в смутное время 1358 году По современному Летоисчислению На этот раз Армия Шэдоудейла Противостояла Войска Зентийской твердыни Ведомой Самым Бейном Если в исторических Хрониках Упоминается битва При Шэдоудейле Без номера То обычно Имеется ввиду Именно вторая битва Кроме того У Морнгриму Пришлось иметь дело С множеством Стычек набегов Угроз Сторжения Из-под земли Взрывов И прочих Разнообразных Бедствий У Морнгрима И Шайл Один ребенок Скотти Которому Настоящий момент Около Девяти Зим По традиции Шэдоудейла Он не считается Официальным Наследником Правителя Теоретически Следующим Владыкой Может стать Любой Подходящий Воин Или маг Но большинство Жителей Полагает Что Мо-Урнгрим Дождется Совершеннолетия Сына И отречется От престола В его пользу Как только тот Получит взрослое Имя Если такие прогнозы Сбудутся Это будет Первый случай И передачи власти От отца к сыну В истории Шэдоудейла Круто Да История Шэдоудейла Эту книгу Надо куда-то Выбросить Что еще у нас тут есть История Шэдоудейла 12 История Севера 7 История Тетира Давайте ее Прочитаем В протяжении Полутора тысяч лет Государственным строем Тетира была Абсолютной монархией Под управлением Одной и той же Сильной правящей династии В случае смерти Или недееспособности Короля Трон Наследовал его Старший сын Поскольку со временем Генеалогические Древа ближайших Королевской фамилии Все более запутывались И причудливо Переплетались между собой Неизбежными стали Воины между наследниками И спор о том Чей двоюродный племянник Достоин занять престол Впрочем Гражданские войны Обычно длились Недолго И после этих Окончаний Все возвращалось На круги своя По крайней мере На сотню-другую лет До новых Серьезных разногласий Установившаяся Циклическая система Была разрушена Десять лет назад К тому времени Правящая вет Королевского дома Находившаяся в власть Уже 350 лет Давно отбросила Свою собственную фамилию Пару веков назад Так что ее уже Никто и не помнит И называла себя Просто тетирами Король Алимандр Четвертый Уютно Чувствовал себя В замке тетира И страна Казалось было Вполне благополучной Но на самом деле В народе давно Уже зрело недовольство Жителям Не принадлежащим В человеческой расе Закон не разрешал Владеть землей А поскольку Большинство гражданских Правителей Ганджаских привилегий Было основано На землевладении Они фактически Были гражданами Второго сорта Хуже всего Обстали дела у эльфов Которые королевские войска Загнали вглубь леса Тетира Кроме того Алимандр Четвертый Имел обыкновение Отбирать на делы У законных владельцев И передавать их Тем дворянам Которые обещали Внести крупные суммы В государственную казну Такое социальное Экономическое неравенство В совокупности С несколькими тяжелыми Зимами И неуражами Привело к тому Что страна созрела Для перемен Однако для свержения короля Недостаточно пары Скверных зим Необходимо еще Предательство В истории падения Дома Тетира Эту роль сыграли Амбициозный полководец И нетерпеливый Наследник принц Алимандр Устал ждать Пока его Обделенный слабым здоровьем Родители Освободить ему место И нашел союзника В лице генерала Нашрама Шарбонета Командовавшего Самым большим войском В королевстве В то время Как генерал Своими солдатами Шел маршем На Тетир Собирая по дороге Сомогательные войска Из недовольных крестьян Которым Была обещана Земельная реформа Претендент На звание Алимандра V Удерживал шпионов И советников Короля Тревожных рапортов И самых Незговорчивых Заставлял Умолкнуть навсегда Убив Или отравив В изгнание К тому времени Как армия восставшего Генерала Окружила замок Тетира Взывать В помощь Икверна Подданным Было уже поздно Шарбанет Должен был Пойти на приступ В использовании Представлявших Для него Важности крестьян А принц Тем временем Провести Должен был Через тайный ход Группу отборных солдат Которым приказано Было уничтожить Основную охрану И открыть ворота Штурмующим Сам принц Один из тех немногих У кого был прямой доступ Королю Намеревался Проникнуть в покое Своего отца И убить его Поджог Устроенный Особыми войсками Был призван Уничтожить следы Преступления После чего Генерал и принц Должны были Возникнуть на сцене И объявить Об учреждении Нового совместного Правительства План исполнялся В точности Но только до поры До времени Шарбанет Был предателем И по отношению К принцу Тоже его солдаты Оказались слишком Профессиональны Поджог Ахиприц Алимандер Вместе с большим Соратником Большинством соратников Заговорщиков Сам погиб Ужасной смертью В огне Примерно в тот же Самый момент А тело Растворил При помощи Мощной кислоты И это было Еще не самое худшее На самом деле Никто из заговорщиков Не имел представления О том Насколько королевская Семья Опротивила народу Как только замок Тетиро дал слабину Толпу было Уже не остановить В одну ночь Самое роскошное Надежное твердыня Королевства Превратилось В дымящиеся руины Все что представляло Ценность Прекрасные гобелены Фарфор И столовое серебро Мебель Драгоценности Оружие Одежда Доспехи Картины Статуи И тому подобное Было украдено Сожжено Или просто разодрано В клочья Растоплана в пыль По мере того Как весь Свержение Королевской семьи Распространяется По стране Шарился Шарился И вызванный Этими новостями Хаос В течение этих дней Именуемые в хрониках Десятью черными днями Элейнта Были казнены Все кто был связан Кровным расслон С королевским семейством Или заподозрены В таковом Несколько полных Печальных ироний Случаев Относятся к тому Периодом Честолюбивцы Еще неделю назад Похалявшиеся Что приходится Королевской Тетушке Шестиюродными Провнучратами Племянниками Безуспешно Пытались убедить Разверну толпу Что они просто Пошутили Самые активные Приспешники Павшего короля Из числа дворян Также попали Под удар Несколько Баронских Поместья Было разрушено Местные правители Которые были В достаточной степени Отдалены От королевской Семьи Уцелели Как и те Кто пользовался Уважением Или был слишком Силен И грозен Для того Чтобы на него Напасть Выжившие дворяне Немедленно Завязывали борьбу Ведь каждый считал Что только он знает Каким должен быть Тетир в будущем Одно несомненно Ни один лидер И ни одна форма Правления Напоминающая Свернутой монархии Приняты не будут Роялист Отныне Бранное слово В тетирском обществе Борьба за лазь Продолжается По сей день И не похоже Что она закончится В ближайшее время Ничего себе Книга Реально полноценное Книжище Так Ну мы эти две книги Сейчас выложим Это мы с вами Почитываем На сон грядущих Таверне Чтобы спалось Хорошо Сейчас сохранюсь На всякий случай Вдруг Мне тут не пустят сюда Мне просто жалко Ее выбрасывать Я ее выложу Аккуратно История Тетира Ну как это Под ноги бросать Тогда Сейчас еще Шоу Дейла Выложу Чтобы мой А вдруг Квест еще будет Он как-то был Кстати Квест Подожди История Лунного моря История Лунного севера Шоу Дейла Что А где еще Одна Шоу Дейла Не понял А какую Мы читали С вами Ее мое История Шоу Дейла 13 13 Вы прочитали Да Ну да Ну да Мы 13 С вами Ну будем С последнего Читать Какая попадется По номерам Их попробую Разложить Давайте 13 Выложим Все Две Пусть здесь Лежит Остальные Будем читать Как получится Потому что Если по номерам Их читать Это невероятно Будет сложно А так Будем конечно Под Под шумок Камина Горяющего Почитывать Кстати Нам надо Распродаться Будет еще Немного Ну так Вперед Это мы Сделаем С вами В начале Следующей Серии Потому что Реально Реально Много Разных Предметов Особенно От этих мелких Тем более Они уже У нас Не влазят Кое куда Здравствуйте Что ты можешь Мне сегодня Предложить Давай нам Дворянскую Спать Так спать Давайте Эля еще Хлебнем Медовушного Последнее время Железа так Не хватает Что она Стоит почти Так как Золото Нехорошо Совсем Нехорошо Ну а теперь Почитали Книгу Хлопнули Медовухи И теперь В дворянском Номере Можем С вами Немножко Поспать Вот именно В такой Атмосфере Нам Халид И читал Эти две Книги У нас Халид Воин Так себе А вот Чтец Ничего Все Готово Сколько мы С вами 16 часов Проспали Железа По прежнему Не хватает Поэтому Цены наружие Цены Растут все Выше А это При чем А это Мы Слух Услышали Ну и ладно Ну и ладно Так мы можем С вами Опознать Кстати Кольцо Одно Давайте Вот этот Который Мы В скале Нашли Кольцо Сопротивление Огню Пропуск Баталисты Великий Маг Баталиста Собирался Использовать Этот предмет Для облегчения Своих путешествий На план Огня И говорят Что он Несколько Раз Вызывал Саламандру Из этого Мира Которая Помогала Ему Создание Кольца Дало бы и так Донимать Своего Консультанта Палец На котором Было это Кольцо Действительно Оказался Нетронутым Когда Инферна Ворвалась Его Башню И Будь этот Палец На своем Месте Возможно Баталист Повезло Больше Сопротивление Огню 40% Офигительная Вещь Прикиньте 40% Тому Кто Его Носит А что Это Дает Опора Поводи Инфровидение Можно Снять Отлично Плюс 40% Но это Конечно Тоже Надо Надеть Кому То Давайте Наденем Тому Кто У нас Самый Самый Дальновидный Это Сейчас Мы Снимем Я Тебе Его Дам Ты У нас С магией Дружишь Поэтому Будешь Видеть Теперь Подальше Все А это Все Надо Тоже Куда То Сложить Или Продать Или Что То С Этим Надо Делать Что Это Еще За Две Книги История Колокола Какое это Нашу Это Мы Читали Давайте Это Сложим Что За Задание Во Блага Отряда В Этот же Сундук Эти Две Книги Мы Прочитали В Одной Из Наших Путешествий Я Просто Думал Их Продать Но Их Никто Не Покупает Колокол Глубин Пошел И История Избранных Мистер Да Мы Это Сами Прочитали Отлично И У нее Освободилось Два Места Поэтому Кто Там У Нас Ладно Мы Это Все Надо Надо Продать Будет Следующая Серия Вначале А вот Это Давайте Опознаем Вот Этот Свиток Защиты Который Нам Дал Незнакомиться Сказал Что Он Поможет Нам В борьбе С Шестью Кем То Там Свиток Защиты От Маги На Самом Деле На Себя Очень Понятно Обычный Свиток Защиты От Маги Если Конечно Я Не Перепутал Но Его Можем Положить Сюда У меня Есть Еще Один Такой А Давайте Сейчас Заправим Потом Забуду Ладно Друзья Я Сейчас Пойду Продам Вот Эту Всякую Мелочь Короче Чтобы Это Все Не Снимать Заправлю Ее Камнями На Буду И Встретимся С вами Возле Магазина Уже В следующей Серии Пойдем Исследовать Близ Лежайшие Территории Которых У нас Здесь Одна Осталась Ну Посмотрим Что Еще Здесь На Юге И Будем Подождите Канал Шедвили ЛП До новых Серий Балдургей Пока